После начала Пригожинского восстания, кремлевские крысы массово начали разбегаться с корабля. И возглавил это движение, конечно же, его капитан. Владимир Путин незамедлительно сел в самолет и улетел из Москвы в Питер. Просто это очень тонкие вещи. Очень тонкие и чувствительные. Да он, вероятно, и за границу бы сбежал, но, видимо, помешал международный розыск. А вот кому он не помешал, так это российским олигархам, которые, спасая свои пятые точки, и про друга Путина, и про матушку Россию в секунду забыли. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Первым из Москвы исчез вице-премьера России Денис Мантуров. Нет, мы как раз за разумный подход. И вы как раз и обратили внимание на то, что мы чувствуем и следим за тенденциями. Еще в 7 утра по московскому времени, не дождавшись даже собраний совещаний, он на личном самолете сбежал в Турцию. Ну что, наверное, достаточно было бы логично с моей стороны. А вслед за Мантуровым из России решил бежать друг детства Путина и один из самых богатых людей России Аркадий Ротенберг. Учитывая сегодняшние все вот эти скандалы, постараюсь ускориться. В 11 утра по московскому времени он улетел в Азербайджан. Мне очень приятно, что у нас это получается. Как говорится, дружба дружбой, патриотизм патриотизмом, а страх за собственную шкуру никто не отменял. Какие-то такие патриотические начала никто не отменял. Просто сейчас они немножко утрачены, потому что считается даже, может быть, немножко как за зоной, или я не знаю, как это объяснить. Вслед за остальными сбежал от восстания и олигарх Владимир Потанин. Я оказался на том уровне, так сказать, социальной лестницы, где я оказался с достатком, с возможностями, с ресурсами. Но я считаю, что это просто жест нормального человека. В 17 часов по московскому времени Потанин также улетел в Турцию. Ну вот такое вот решение, что называется, созрело. Я надеюсь, что мой мотив был очень понятен. Ближе к обеду в Москву покинул и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Вместе с семьей на личном самолете он улетел в неизвестном направлении. Ну так, давайте на землю опустимся все. Оно и не странно, ведь если вспомнить прошлые перлы Димона, то можно подумать, что такой исход событий он даже предсказал. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. К слову, одним из самых первых из России сбежал и зять виновника всего, так сказать, торжества, Шойгу Алексей Столяров. Немножко ужасает и страшно становится, но назад пусть и нет, решено. Как запахло жареным, он тут же отменил все мероприятия в Москве и улетел в Эмираты. Друзья, все мероприятия ко Дню молодежи в 16 тонн и джипси с моим участием отменяются. Сегодня на связи не буду. В ближайшее время буду с рабочим визитом в Дубае. Всем хороших выходных. Самое страшное в этой истории, что в трудную секунду те, у кого в руках сосредоточена власть и кто должен был защищать страну и народ, забежали, как самые позорные трусы. Обычных людей, у которых нет денег на личные самолеты и бункеры, как всегда, оставили умирать. Субтитры создавал DimaTorzok